Депутаты Государственной Думы России обсудили самые актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы Крыма и Севастополя. Говорили о лучших практиках в российском строительстве и применении энергоэффективных технологий, которые делают жилье не только комфортным, но и экономичным. Мы говорим, что мы строим не только квадратные метры, а мы создаем новую среду питания. Это означает, что нужно проанализировать те ошибки, которые были сделаны в крупных городах, допустим, в Москве, Санкт-Петербурге, уплотнительная застройка, которая привела к транспортному коллапсу. И серьезные градостроительные решения нужно применять исключительно в комплексном порядке, с пониманием, как будет развиваться территория. Поэтому лучшие практики нужно приносить на территорию и Севастополя, и Крыма, ну а, естественно, ошибки лучше не допускать. Отдельно остановились на вопросе постройки квартиры для некоммерческого найма, который в будущем позволит решить проблему доступности жилья для большинства граждан с невысоким уровнем дохода. Я считаю, что вообще это очень в перспективе привлекает бизнес, особенно в период кризиса. Потому что это не схема, когда построили и продали. Вчера с Галиком, сегодня продали квартиры, да? А это схема, когда будет идти постоянно определенный доход, да? Потому что окупаемость этих проектов по нашим расчетам, в зависимости от разработки, кстати, и субъекта федерации на субинансирование от 15 до 20 лет, но это постоянный источник. Пересдать, приватизировать или поменять такую квартиру будет нельзя. Сняв жилье у государства, пожизненный арендатор потеряет свое место в очереди на получение квартиры. Кроме того, обсуждались вопросы по реализации государственной программы строительства жилья. Уже объявлено, что по государственной программе жилье для российской семьи в Крыму и Севастополе будет построено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Это достаточно амбициозные планы. И поверьте мне, у нас в настоящий момент эта программа государственная, она практически находится под таким, я бы сказал, ручным управлением со стороны профильного вице-премьера. У Севастополя есть возможность внедрить в строительство экономичного жилья лучшие практики и обеспечить жителей качественными и доступными квартирами, избежав ошибок других регионов. Людмила Замятина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.